Год назад Россия воспользовалась вакуумом нашей власти и экономической ситуации в стране оккупировала Крым. Мирные жители Крыма еще противостояли всему этому своими протестами до мая месяца. А потом пришел русский мир со всеми вытекающими отсюда последствиями. Начались выкрадания активистов, убийства, пытки, давление на Меджлис, вытеснение лидеров Меджлиса за пределы территории Крыма. Эти все преступления можно долго перечислять. Часть населения, не согласная с оккупацией Крыма, выехала на материковую часть Украины. Великое спасибо семье Данилю, которая первый год назад нас обустрела и поддерживала. Мама моя, которая не знала, куда ехать, хотя и рассказала, что это ж воли. Я же там училась, я знаю, там нет бандер, никто нас не заряжет. Но вы знаете, как материнское сердце переносит такую событию? Залишить дом, который они с батьком развивали, строили. Залишить, что было на жито не за год, не за два и не за десять. Но мы это сделали. Мы за единую Украину. За то, что мой папа говорит, что он человек. И никогда его никто не заставит поменять свое гражданство, свою страну. Потому что у нас есть позиция. Я сама лучанка, но мне эта тема Крыму близка, потому что моя родина, моего брата двоюродного до сих пор живет в Евпаторії. Я с ними часто спілкуюсь и знаю, что они тяжело это все переносят. Моя племянница, которая официально от российского гражданства, уже год переследуется. На ней не принимают ни где на работу, хотя бы она всегда считалась сильным специалистом. И смушают выехать из Крыма. И поэтому я хочу обратиться к всему, кто может тиснуть закликом на владу, потому что для нашей влады это вопрос осталось геть уже там, на задвёрках. Чтобы мы все-таки, как могли, все-таки это вопрос поднимали на уровне международных организаций, международных судей. И все-таки, чтобы оно решалось. Спасибо. 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 Спасибо.